Еще один пример вам приведу, интересный. Мы недавно с учениками беседовали и такую вспомнили вещь интересную. Не вижу, а, записки есть потихонечку, да. В Индии был такой обычай. Когда умирал мужчина, муж, там, неважно, молодой, не молодой, значит, умирал муж, то женщина, его жена могла добровольно, когда мужчину сжигали, тело усопшего мужчины сжигали, то жена могла добровольно взойти на костер и вместе с ним перетерпеть самосожжение, чтобы в будущей жизни быть вместе с ним, так они считают. Этот обычай был, конечно, в силу своей специфичности и страшности. Он не был распространен повсеместно, но он существовал долгие-долгие столетия. Иногда молодую женщину, там, или не молодую женщину, подталкивали к этому родственники умершего мужа, там, свекровь, там, или там кто-нибудь еще. Иногда они сами добровольно заходили на костер и отдавали душу в огне вместе с покойным мужем. Англичане, когда владели Индией, они боролись всячески с этим обрядом, как с варварским и бесчеловечным. Мы бы точно так же к этому относились, мы бы, наверное, считали, что это какой-то кошмар какой-то. Что это такое вообще? Это какое-то средневековье, какой-то ужас какой-то, да? И вот Николай Сербский, святой Николай Сербский, в одной из своих книжек пишет, что в одном из сел умер мужчина, и молодая женщина добровольно, без насилия, хотела зайти на костер и умереть вместе с ним. Ее мать, старуха, поддерживала ее в этом, говорит, давай, дочка, давай, иди к нему и будь с ним, ты его жена, а что тебе здесь делать? Приехал отряд английский во главе с офицером, полицейских, там солдат, ну и начали их там ругать, говорит, вы сумасшедшие, вы звери, вы не люди, вы какие-то варвары, вы просто какие-то отребья рода человеческого. Как вы можете такое делать? Она еще молодая, она то, она сё. И вдруг эта старая индуска говорит ему, мы не варвары, мы не звери, просто вы, европейцы, не знаете, что такое вечная любовь. То есть вы развратники и безбожники. И после смерти вашей подруги вы женитесь на следующий месяц. А мы так не можем. Мы любим навсегда. И оказывается, то, что нам кажется варварством, может оказаться, на самом деле, высочайшим каким-то таким примером настоящей любви. То есть очень тяжело распознать добро и зло в этом мире. То есть там, где тебе кажется какое-то кошмарное зло, там может быть, там внутри может находиться какая-то жемчужина какая-то. Может, ничего себе. А там может быть настоящая ценность какая-то сохраняться. А там, где тебе говорят, ну это добро, это хорошо, это правильно, а там всё гнилое, вонючее и развратное. Вполне возможно и так. По крайней мере, меня эти слова очень сильно поразили. Это не мы варвары, это вы варвары. Вы просто не знаете, что такое вечно любить. До брака вы блудите, в браке вы блудите, когда умрёт ваша подруга, вы женитесь снова на первой попавшейся, значит, через пару месяцев. Кто из нас варвары, мы или вы? Она знала одного мужа, она с ним умрёт, потому что хочет быть с ним вместе всегда. Кто варвары, вы или вы, или мы? Вот вопрос на засыпку, между прочим. Это не вопрос, это пощечина. Между прочим, нам тоже. Потому что мы же те европейцы такие, мы же такие все толерантные, такие все образованные, такие все ахаха. Дольче Габбана, Мерседес Бенц, Мальборо. Мы же все такие, все же такие, все в брендах. А кто варвар, непонятно, между прочим. Непонятно, кто варвар. Вот та женщина, которая пошла на костёр вместе с мужем, или та, которая через полгода вышла замуж снова. Ну я же молодая, я жить хочу. Это же такой приятный довод, как бы, значит. У меня был один прихожанин, не знаю, жив ли он, давно это было. Он был очень богат, успешен, и в советские годы, когда купил машину, что было очень не всем доступно, он мотался по всей стране, потому что очень ему нравилось, как бы, объезжать огромные расстояния, фотографировать, останавливаться, где-то ночевать в неизвестных местах, там ходить, там всё. Короче, он был такой любитель автомобилиста, и он разбился на машине однажды, и разбился очень крепко, и парализованный был. А очень был красивый, молодой, видный, высокий, статный мужчина такой, с умным лицом таким, ну, в общем, таким мужчиной, который, как бы, если на двух ногах, то женщинами у него не проходит. Ну, а когда он лёг, как бревно, и у него только левая рука двигалась, как бы, и голова ворочалась, он ясно мыслал, ясно говорил, но ноги не двигались, с кровати не вставал. Его жена сказала, ты что думаешь, я за тобой ухаживать буду? Я молодая женщина, я жить хочу. Хлопнула дверь и ушла. Через три месяца разбилась насмерть в автокатастрофе. Тоже в автокатастрофе, но насмерть. Она жить хотела. Расшифровать ему, что этот глагол «жить» означает в данном варианте. Что хочет женщина, когда она оставляет парализованного мужа и говорит им, я жить хочу? Что скрывать за глаголом «жить»? Ну, всем понятно, все взрослые люди, да? Так вот, кто варвар, например? Индуска, которая на костер поперлась, например, со своим покойником, вместе с ним умереть? Или молодая европейка, которая говорит, я жить хочу. То есть, да, мужика мне дайте здорового, а не этого коллегу, который отъездил свое. А я еще хочу мужика, простите, мне всего лишь 48, или 35, или 37. Так кто варвар, простите? Вот и скажите мне, где добро, где зло? Где здесь добро, где здесь зло? Это не такой простой вопрос. И нам может казаться, что нам все ясно, а нам же ничего не ясно. И поэтому страшный суд, он будет страшным судом, потому что ничего же не ясно. Какая-то вот это, может, у той дамы был крестик на шее, а индуска вообще о христе ничего не слышала. А там глядишь, на страшном суде все будет по-другому. Мы же не знаем, как там будет. Это же не мы будем судить, это же нас будут судить. Спасибо.